Ну вот, вопросы, я так помню, были какие-то, да? Да, да, да. Ну, вопросы по последним, по старым я уже не буду прикладывать, хотя там тоже на различные моменты всплотные интересные. Интересует, прежде всего, будет интересовать меня, значит, теория восприятия и, наверное, скрипт психологии. Два момента. Больше, конечно, теория восприятия. Значит, там просто он тебя не видит. А, хорошо, хорошо. Просто нет, 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 человек, который я бы вращал, ладно. Так, ну, я хотел обсудить, ну, хотел прежде всего обсудить не столько вопросов конкретные, да, они могут всплыть по ходу дела, а скорее обсудить вот эту идею, когда мы снимаем, значит, ну, здесь мы подходим со стороны естества знаний, естественно, используем математический анализ, да, своеобразный. И, значит, у нас там мы имеем два базиса, по которым мы сначала раскладываем восприятие, да, получаем различные амплитуды функций там вот эти, значит. И второй базис, который бы нам обратно собирал в картинку, вот это наше восприятие. Да, совершенно верно. Вот, значит, и здесь вопрос, скорее, вот, да, посмотреть, эти два базиса, они друг другу неоднородны, получается, так, в каком-то смысле, но та система координат, в которой они существуют, ну, одна для них обоих, получается, так. Ну, вот я не думаю, что она как раз одна, в том-то и дело. Нет, что базисы, они различные, различные базисы. Нет, и базисы различные, и система координат их различная. А если бы была бы система координат различной, тогда получается, что вот эти коэффициенты, которые мы получаем, мы бы не могли перенести на второй базис для реконструкции. А мы, действительно, если бы мы занимались позицией реконструкции, то не могли, мы этим и не делаем, к сожалению. Вот в чем-то, и пафос стоит в том, что то, что к нам приходит, и то, как мы дело выполняем, это две разные вещи. Да, да. Вот я слышал, прошу прощения, после этого такой, где-то какой-то Хоффман, по-моему, зовут, он приводит такой пример, говорит, ну, почему вы, говорит, думаете, что мы отражаем в своем деле именно окружающий мир? Ну, представьте себе, что у вас есть две команды, светофор включается, зеленый, когда надо что-то есть, а красный, когда это есть не надо. А разница между ними, они на прохождении непрерывной, он идет, 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 все зеленый, потом раз, скачком красный. Поэтому, когда ты видишь, ты видишь мир красно-зеленым, всем рассвеченным, но никакого отношения к действительности, то есть вот этой непрерывности, мы не имеем. Вот он приводит пример. И здесь пафос именно в этом и состоит. Что мы это каким-то образом преобразуем, а потом ради собственных функций раскладываем по другому набору, по другому базису, по другому базису Гильбертова пространства, совсем по-другому. И оно уже, по всей видимости, является функцией от x, y, z и t. От него оно и является. И именно здесь мы сталкиваемся с тем, что называется пространство и время. Оно у нас однородно, оно у нас равномерно. Доприорные они формами. Да, да, да. И мы тогда начинаем, и мы увидим все дело в пространстве, но само то, что там есть, оно к нему не имеет никакого отношения, ни к пространству, ни к временному. Да, мы можем вот со всем этим, то есть, да, это вот я тут, ну, можно согласиться, да, вот и, но, получается, что все равно то обстоятельство, что мы вот эти коэффициенты, сама возможность переноски и использования, вот эти коэффициенты получения, а потом использования, сама возможность, она вот может указать, что все-таки некоторая однородность или какая-то линейность между тем и другим все-таки должна бы быть? Вот я по вопросу линейности, я думал, и я полагаю на сегодняшний момент, что линейность, а мы работаем с линейными функциями, в моей модели, да, которую я предлагаю, она на самом деле это всего лишь проблема модели, скорее всего, в ситуации все гораздо хуже, и об этом я и тоже говорил, что по всей вывести она не линейна, что базис этот не бесконечен, а для гибель этого пространства базис бесконечен, что по всей вывести это 50-100 функций, грубо говоря, которые произвольным образом, комбинируются и так далее, и так далее. Вряд ли мы когда-то узнаем, как это дело работает. Ну вот оно вот так работает, просто такие алгоритмы где-то там прошиты. Вот так. Интересно, просто здесь же мы тогда, получается, на все познание по-своему должны посмотреть, потому что одна из таких главных базисов его, это все-таки опыт получается так. И мы, в общем-то, когда говорим о строгой науке философии или о негуманитарной философии, и пытаемся исходить из естественно научных начал, ведь мы-то у них уже почву выбили из-под их ног. Ну, из-под их ног это из чьих? Ну вот, получается, что научное познание, оно основано на восприятии так или иначе? Да. А теперь мы уже говорим, что все-таки это восприятие есть лишь наша собственная неоднородная модификация входящих сигналов. Ну, фактически так, да. Но надо сказать, что вся философия, которая серьезная философия, серьезно, она вся вот это и говорит, потому что… Идеалистично, да. Да, она вся это говорит, потому что, хотя Кант говорит, что он устроил Капернианский переворот в теории познания, но это же немножко не так, потому что если мы внимательнее посмотрим на Декарта или мы внимательнее посмотрим на Аристотеля, то мы увидим там нечто подобное, похожее, чрезвычайное. Но мы всегда говорим, что быть, например, вот слово быть, нам же кажется, что это стулы есть, камеры есть, все это является, связано со словом быть. Тем не менее, мы всегда говорим, что быть и мыслить, например, говорит, применит одно, то есть это задолго было до Канда, но быть и мыслить одно, то есть это имеет отношение к нашей способности суждения, а не к окружающему миру. Казалось, мир существует, но и существование мира это не есть существование ни мира, ни его, как бы, не свойства не предикат не понятно что имеет отношение к нашему отношению к нему вот так мне кажется и вот это все философии об этом говорит болдачев лучше знает всю вот эту традицию например аналитической философии те верят предмет что есть предмет который к нам как-то проходит ну этот предмет есть а здесь вместо как и в нормальной серьезной философии даже для предметности предмета нету предметность предмета это уже сама по себе некоторая функция восприятие нету того что есть у канта и фихта ли канта и фихта существует качество качество пример красного цвета фихта говорит что вот есть красный цвет который если выкинуть оплёрную форму он будет распределен по пространству и времени будет распределен по какой-то поверхности а так эта . само по себе ну вот очень интересно это для наговицы на также или скажем наверное для аристотеля также что вот сама вот эта краснота как таковая она тоже не существует я пытаюсь объяснить почему она действительно сама не существует но вот модель она с которым позволяет с ней работать она на мой взгляд но она более сложная чем кантовская то есть на двойная два два шага вместо 2 такта вместо одного и но мне кажется чтобы быть более адекватная да интересно 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 еще можно все несколько вопросов тогда адресовать значит вот мы имеем два случая темно ведут тебя ж надо люди так видим-то показать подожди я не просто на камеру не получается потому что я на самом заказку человек говорит а его не показывают это потому что мы людей по физиономики тоже наша псих пытается трактовать и трактовать интересно вот и значит я хотел поинтересоваться о двух случаях восприятия как бы мы могли бы с помощью этой системы трактовать значит первый случай тогда когда мы воспринимаем какую-то вещь но которую раньше никогда не видели первыми момент и второй случай когда мы воспринимаем какую-то вещь которую мы уже хорошо знаем вот 222 момента восприятия таких они мне кажется функционально различены и вот как вот эта система действовала бы вашего в любых случаях я нет вопрос тоже глубоко волнует у меня даже есть специальный образец на котором рассуждаю я когда мог бегать я бегал кроссов рассказывал да и что там всегда когда на повороте сделаешь думаешь там человек или столб подбегаешь столб всякий раз и всякий раз это было одно и то же издалека и вот у тебя начинает это фокусировка человек такой здесь сумкой два человека потом да это же два столпа три графных ну то есть один рядом с другим и тогда я вот не знаю как это точно это описать просто не мне кажется что вот подобного подход позволяет с этим справиться но но здесь я не додумал честно скажу у меня же получалось что если у тебя сформировался некий базис который у тебя меняется ну например ты привык видеть драконов ну там дейнерс был рожден привыкла она с драконами общаться вот и у ней вот этот базис как бы из нескольких из функций трех из четырех он как бы сложен и ты по нему раскладываешься да бац и вот тебя дракон а если у тебя этого этого нету то у тебя ты пытаешься сложиться по какому этапу собака лошадь орел непонятно что и ты вот начинает вот это самое подобного это я видел что у тебя возникает еще ощущение таково что образ перед тобой нечетки вот как с моими столбами и людьми образ нечетки а когда ты наконец подобрал у тебя все эти коэффициенты выставились с нужным с нужным количеством то есть это не была яркая картинка ты значит тогда сразу же понимаешь вот что это есть и потом уже счастлива вот эту самую картинку умножаешь на обычные функции на простые эту картинку видишь перед собой да здесь вот сюда еще примыкает еще несколько интересных вещей которые можно приметить вот в таком феномене когда мы думаем это бабка нарисована или это что-то такое там на рисунке это но рисунок одно дело в реальности когда мы уже уверились что то что мы видим это то на самом деле и до самого последнего момента мы в этом уже когда вы должны видеть по идее близко мы видим тоже то что в чем мы как бы согласились прежде и уже нужно столько там даже коэффициентов должно быть противоречить чтобы мы эта картинка повернулась туда да 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 это есть так и такое и вы боюсь что но это зависит от индивидуума еще очень сильно думаю что до его от его способности его рефлексии да это и это и это действительно идут смотришь ты смотришь что бабка 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 там уже едет и хвост торчит и уже и большие зуба ты всех папка бабка да вот и у меня еще один такой случай был очень интересный который тоже можно сюда упомянуть значит я шел по дороге и вижу своего знакомого товарища вдалеке и вижу все то есть походкой и я узнаю а уже расстояние достаточно будет метров наверно 80 или 90 я все любят своему знакомому улыбаясь даже не помню почему и вижу что он ко мне идет как будто бы узнала мне своего знакомого и мы очень близко уже когда подошли понимаем что мы друг друга не знаем и узнали друг друге ну того кого не было на самом деле мы ошиблись то взаимно поняли что мы ошиблись моментально одновременно то есть как то получается так что здесь и некоторые психически конечно момент в том что да понимаешь здесь как бы вот психологический момент наверно том состоит что вы в своем как бы в мимике поведение издалека транслируете человеку да некоторые коэффициенты отдельный до коэффициенты сообщение о том что я тебя узнал да он тебе говорит то же самое я тебя тоже узнал но это в виде даже вербалике получается что это тоже были те самые коэффициенты которые прилагались к нашему но не были близки да потому что разница между курсантами невелика по большому счету это можно это дело подкрутить было и так далее но вот такая штука есть здесь очень интересно как вот это это происходит именно общение потому что по деткам и по многим животным и давно это известно как у них они говорить еще не могут но они общаются способом что повторяют жесты друг друга то одно 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 другом но у меня две сестры близнецы 1 наденем крошок на голову вторая надевала нашу могу они вот так все между собой это слава сообщение до мигативное вот такова вот эта штука на такие то еще так мы вот все таки хотелось бы вернуться к этому моменту я просто все-таки еще прояснить вот мы когда с этими двумя предметами когда неизвестный предмет известны ведь и мы можем приметить здесь только действует наш рассудок когда мы встречаем неизвестный предмет мы его собираем из набора известных нам предметов каких-то частей мы его собираем и только после того несколько раз это произошло один раз хотя бы некоторых случаях по-разному мы уже потом его можем как известно видеть одновременно схватывать своим вниманием да и вот такой момент и это можно в чтении тоже когда мы учимся почитать слогам потом эти слова одновременно видим и здесь такой момент что вот эти коэффициенты которые вот вашей теории вот скажем какой-то предмет это набор коэффициентов так скажем да набор параметр набора плиту значит и в то же самое время по идее это должно быть и одним каким-то коэффициентом который адресовал нас этим к этому вот этому конечному множеству ну да да конечно если то есть происходит это следующего раза у тебя то но три функции скажем на фадилер 2 и 3 вот ты берешь начале и мучаешься между ними выбираешь я тоже на мой взгляд а потом ты понял что здесь 2 здесь 3 здесь 7 еще с минусом грубо говоря понятно мои самые штуки и дальше ты начинаешь выполнять действия всего по этой новой функции тоже вот по не раскладывается ясно что к ним можно построить тут же ортогональный базис ну например когда у нас есть косинус икс там плюс синус 2х за то если ты а у тебя был базис почту секса синус x ты берешь чтобы функцию тут же подстраиваешь косинус x минус синус синус 2х так ему поставил что-то еще и у у тебя ортогональность базиса она сохраняется здесь точно так же и вот и в чем быть может состоит обучение восприятие то что ты набираешь вот таких таких вещей исходя из собственного опыта и собственной необходимости но ты набрал это все делается не только не венитом виде что ты видишь я просто пред глазами чего-то там такое мельтешит как с моими вот этими то ли человек то ли стол стол а потом уже когда ты вот этот коэффициент здесь большой а вот этот установил для кого-то еще ты потом из него уже перед его перекидываешь уже зрительный образ то есть вот это самый коэффициент а каким-то образом перекидываешь в эту другую и он как бы сообщать контекст базис до реконструкции да как то вот ну это так потому что это голубо говоря модель я же говорю что но может быть когда-то удастся нам раскладить мозги и понять что вот за этими функциями стоит быть может это было большое счастье потому что мы бы тогда бы решили бы очень большой крок проблем только вот с естественной позиции естественного знания сюда вот по моему подходить было бы очень проблематично потому что получается и оно у нас само является проблемой так скажем да да все как бы все кто занимается естественным знанием и философией занимаются поэтому они все верят вот например физик думаю что электрон есть электрон находится пространстве да да врач врач думает что там у тебя есть вот именно такая ценность как человек и самое что смешно что бывают здоровые люди то есть понятия нормы исключения да бывает то что понятия нормы такое существует это это все это и это есть это вот такая антологическая антологическая вера но она действительно помогает работать и кажется что физики в значительной части не мир познают а свойства вот этого самого до базиса распределения почему-то она оказывается не независимо от икраты xyz их три компоненты в том то интересно что все таки какое-то сродство какое-то как там по канту априорная насколько я понимаю приорное синтетическое единство перцепция но он же наивно полагаешься все таки где-то оно должно быть единым исходить из единого какого-то ядра и наше представление то есть и наши представления внешней мире и наше представление представление да мама мы между кантом и и и нами имеем имя дарвина и мы понимаем что все это дело имеется не к описанию условия удобства просто вопрос выживания да вот когда мы говорим о вопросе выживания мы уже здесь и здесь уже есть это знание уже проникает но вот и тем не менее тем не менее но вот такой дарвинский вопрос мы тут с балычевым в этом солидарном то есть вопрос как бы эволюции почему-то оказывается важен а мне кстати понравится мне нравится этот принцип когда натуральный выживание натуральные все-таки это идеалистической философии ну да вот под соус совместисто знания получается так смысле что здесь выживание здесь можно сказать если мы смотрим на мир как она такое своеобразное взаимодействие субъектно-объектное где это вот это последнее можно назвать познанием и тогда можно с таких идентифических высот смотреть то все-таки выживание это как бы какой-то кажется случайным процессом во всем этом большом превращение так сказать ну может быть дано случайно но и все пронизано мы мэйчер я вот за своими недавно собачками и кошечками замечал что они не понимают что такое автомобиль вот обязательно собирать дорогу собирается прибежать перед едущим автомобилем и где-то в стороне а просто не понимают он не видит его и они тормозят вот и выходят эти хозяева со мной разбираться и так далее кто запихивал машину обратно везли вы конечно и так далее а он этого не понимает он побежала куда-то и понес и кошечки также постоянно гибнут подкоррелся мне поэтому вот не видят вот у них нет вот эти вот этой формулы получается выживание ну да действительно получается в их систему в их инстинкт самосохранения не вписана такая вещь как машина просто машина у них там либо этого вообще нет такого коэффициента как перед машиной либо там на ней стоит коэффициент близки нулю близки к нулю там какой-то совсем маленький и он спокойно фигачит перед этой машины ели 70 километров в час здесь по дороге и он обязательно перед ней прибежать она хопа виляет потому что затормозить надо экстренно чувак потом выходит а я могу спасибо у тебя хорошая реакция молодец типа того что че я еще могу сказать в этой ситуации он же не дается бегает как в это как как сумасшедшие все это вот странный вопрос выживания он оказывается здесь вот принесем но вся эта тема работает и без без выживания почему почему это почему так суда тогда еще в каком-то смысле примыкает и вот вы обходите внимание на семинарах философия шопенгауэра как бы да он очень как бы таким же такие же суждения получает и в общем-то многие моменты такие которые вот у него звучат они также звучали и у вас на семинарах хотя я просто вы не знаю совсем не ну как бы да получается у нас в стране да в снг пренебрежение к этому философу из-за чего потому что он критиковал усиленно гегеля гегель это марксизм получается так у меня такая теория есть и вот там он говорил о воле и здесь частный случай воли это конечно инстинкт самосохранения и там это уже отдельно нужно говорить конечно я не готов там ну вполне возможно надо просто посмотреть я не знаю у него такого я пытался читать читать мир как поле представления его откровенно такая художественно напыщена политическая форма меня сразу же смутила я бы я бросил тут же тем более мы знаем как они с гегелем конкурировали назначали шопенгауэра назначал на одно и то же время все уходили гелию да это было дело есть то конечно он дерзких протисловий требует прочитать сначала свою работу докторскую четырех и корень закон достаточного основания там потом канта требует прочитать еще там ряд таких потребует два раза чтобы его работу прочитали очень интересно конечно чем там я не готов сейчас говорить о том какие главные его идеи которые бездействие какое-то пособие оказали бы в представлении но вот его представление о том что объект существует для субъекта и а все что мне этого это как бы вещь в себе да которая это формирует собственно это взаимодействие и это он почитал за волей и видел волю частный случай то вот инстинкт самосохранения воля к жизни различным образом как она себя проявляет сначала элементарных вещах физики да скажем взаимодействие электромагнитных взаимодействий вообще все данные взаимодействия да там потом как это происходит в живой природе так и дальше камеру вот ну вот по поводу вот это вопрос интересного конечно разрешил и ряд вещей прежде всего это вот как структурируется как сама осложняется восприятие вот этот момент был интересен как сюда можно я так и предполагал как я спрашивал по-моему я отвечал в обоих своих преступлениях я по-моему это хотя бы разбирал ну фиг его знает я сейчас вообще в затыке у меня ничего нового нету с того времени это уже сколько месяцев 4 да опять как я выложил но вот тогда у меня нет 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 пока ничего нового на какую книжку говорю про открытие почитать не лежит он такой кирпич мне же не распечатал да ну вот из еще нужен там некоторый вызов для вот продолжения продолжение вот этого исследования почему потому что здесь же есть ряд философских требований которые мы можем выстрелить такой в теории восприятия если она вот такая философская теория будет то есть одна из таких требований примеру то что мы же воспринимаем действительность таким образом мало того мы воспринимаем наши какие-то суждения наши какие-то мысли они же в общем то же самое должны проделывать только своеобразными и чрезвычайно специфическим образом и чтобы это восприятие было равноправно восприятию и внешних восприятий так и внутренних мыслей и каких-то суждений может быть какие-то процессы какой-то процесс проявления с процессом уже осмотреть как с психической страны так и вот с таких людей которые вы показать то есть самое главное вот этот момент до того что что восприятие она для восприятия вот эти вещи как восприятие внешней реальности восприятие наших там внутренних состояний переживаний что для него это должны процессы быть не трансцендентальный как бы да друг другу а именно и момент на лежащий на одном уровне то есть хороший год в эту сторону теория восприятия продолжить ну я не могу не могу я я разделяю заботчинность подобного проблематикой просто ну надо подумать при всем при этом казалось бы на акканде я эту собаку съел слава богу не но тем тем не менее по-прежнему есть и неудовлетворенность от понимания того что такое время почему время является формой внутреннего чувства вот вы есть некоторые у меня озабоченность большая по этому поводу интересно да вот интересно какой подход выработал с этими априорными формами познания шопенгау он присоединяет их к чисто чистым формам до тем времени пространство присоединяет еще причинность полагает ее также первой формы познания почему он предполагает мы же ведь тоже как и за временем так и за пространством для причинности мы же не можем помыслить какое-то действие которое бы не имело за собой причины здесь это знание тоже это обстоятельство указывает на идеальность этого знания да конечно так они все говорят это не шопенгау первый и кант то же самое говорит эффекты у фихта это вообще идея об опрёмности причинности она везде проходит вот с одной стороны да и за пространством и за временем шопенгавр тоже интересно полагает это дело пространство он полагает просто идею такую самую главную главенствующую это идея сосуществования всего то есть из этой идеи мы уже можем что угодно получить а за временем это простая последовательность идея последовательности где одно следует за другим просто и вот эти две идеи соединяясь в купе с апрёрных формах причинности значит вместе они дают вот знание материи материального мира вот таким образом таким мы его знаем то есть самое интересное что к этим двум формам простые формулировки присоединил значит в одном последовательность строго где одно следует с другим а во втором сосуществование из этого из этих двух формировок можно получить действительно и бесконечную делимость и бесконечную распространенность то есть идеальные идеальные формулировки времени пространство то есть вот так не стал дальше он пудрить голову как бы вот на этом остановился мне почему то показалось что вот полагание за этим вот такое усечения почте ученое полагание времени пространство мне показалось целесообразным философским ну наверное да может быть вот и ну с восприятием тогда вроде как разрешили ряд вопросов и еще хотел что делать вот вот Продолжение следует... 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 Продолжение следует...